Детский бронхолебочный санаторий номер 27 Детский бронхолебочный санаторий номер 27 Полное наименование Полное наименование Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Детский бронхолебочный санаторий Номер 27 Департамента здравоохранения города Москвы Дата государственной регистрации 11 марта 2002 года В Межрайонной инспекции федеральной Налоговой службы России номер 1 по Московской области. Учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми. Актами правительства Москвы осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы. Фактический адрес Фактический адрес 140 120, Моск, Обль. Раменский район, Поселок. Ильинский, Октябрьская улица, Д. 14. Телефоны 8 495 556 22 10. Факс 8 495 556 22 10. Электронная почта. Электронная почта. Режим работы. Когда и зачем подростку нужен мамолог? Эксперт, врач-мамолог, рентгенолог, онколог, гинеколог, Марина Львовна, Травина, врачи-мамологи, все трещины сосков. И как от них избавиться диффузной фибродиноматоз молочной железы молочницы у беременных? Почему она возникает и как ее вылечить? Эксперт, врач-акушер-гинеколог, член ассоциации акушеров, гинекологов и анестезиологов. Крыма Лиля. Палиативная помощь, что изменится в России для неизлечимо больных людей болезненной менструации. Ольгодисминария. Насколько это серьезно? Маловодие при беременности. При маловодии олигогидромнионии происходит уменьшение количества околоплодных вод во время беременности. Причем, возникнуть такое состояние может на любом сроке вынашивания малыша. Обычно будущая мама не. Головная боль при беременности. Головную боль при беременности испытывают многие женщины. Ниже мы расскажем о том, по каким причинам она может возникать и как от нее избавиться, не причинив. Второй скрининг. При беременности в современном мире информация о здоровье, пожалуй, занимает одно из первых мест среди сведений, которые интересуют людей больше, чем все остальное. А информация о ведении. Предвестники родов у повторнородящих беременность период, который продолжается от момента зачатия ребенка до его рождения. В среднем он длится около 40 недель или 10 акушерских месяцев. Согласно клиническим, как правильно дышать при схватках и родах каждой будущей маме кажется, что ее беременность длится очень долго. Но на самом деле вы не успеете оглянуться, как незаметно пролетит время и наступит долгожданный. Мы используем cookies, чтобы вам было удобно работать с сайтом X.